Peugeot нацеливается на рынок ранных пикапов. До этого французы наспех сделали модель пикап, которая представляет собой китайский Dongfang Ridge. А сейчас гамму пополнит действительно свежая разработка под названием Landtrack. На самом деле у этой новинки тоже китайские корни. В основе нового пикапа лежит Chang'an F70, который специалисты Peugeot переработали под свой вкус. Так стиль интерьера мало чем отличается от последних легковушек французской марки. Даже шкала тахометра сделана зеркальной, как на других моделях. Машины созданы с прицелом на Латинскую Америку и Тропическую Африку. Поэтому кроме хорошо упакованных версий будут и чисто рабочие. С некрашенными бамперами, задним приводом и трехместным передним диваном вместо двухраздельных кресел. Выбор моторов ограничен двумя вариантами – бензиновым и дизельным. С любым из них можно заказать механическую или автоматическую коробку передач. Полный привод реализован по схеме part-time, то есть есть жесткое подключение передней оси. У машин 4х4 есть понижающая передача и штатная блокировка переднего моста. Peugeot Landtrek намеренно сделан крупнее конкурентов, чтобы получить статус самого вместительного пикапа. С однорядной кабиной автомобиль может увезти три европалеты, а с двухрядной – две. Грузовая площадка с диодной подсветкой и 12-вольтовой розеткой. В зависимости от версии грузовичок может перевести от 1000 до 1200 килограммов. А еще пикапу по силам тянуть прицеп массой 3,5 тонны. Удивительнее всего, что концерн ПСА не планирует выводить модель на европейский рынок, а значит в России Landtrek мы тоже не увидим. Продолжение следует...